По сравнению с Феодором Мапсоистийским и Иоанном Златоустом, размышления Феодорита над посланиями святого Павла менее развиты и менее оригинальны. Тем не менее, мы обратимся и к ним для полноты картины, которая позволит нам подчеркнуть больше сведений о женских служениях. Когда Феодорит пишет о женщине вообще, то он ссылается на два послания Павла. Толкуя первое послание к Коринфянам, 14 главу, Феодорит ограничивается ссылкой на закон, упомянутый апостолом, а именно на книгу бытия. «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Об этом писал еще Иоанн Златоуст, как мы говорили в прошлой передаче. Феодорит комментирует также отрывок из первого послания к Тимофею. «Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Феодорит в толковании этого текста следует высказываниям Иоанна Златоуста и Феодора Мапсуистийского. Однако вопросу «почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа?» Феодорит приписывает иное значение, можно даже сказать противоположное, негативное. В то время как Златоуст и Феодор Мапсуистийский искали в этой фразе оправдание частному наставлению женщины собственного неверующего мужа, Феодорит цитирует текст Павла, чтобы подтвердить запрет женщинам учить в церкви. Согласно тому же Феодориту, святой Павел стоял перед необходимостью такого запрета, потому что, как и писал Феодор Мапсуистийский, были женщины, обладавшие пророческим даром. Это вытекает из дискуссии в первом послании к Коринфянам о поведении женщин, которые молятся и пророчествуют, а именно о том, что они должны делать это с покрытой головой. Для Феодорита первый стих этого отрывка «Мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог» настаивает на том, чтобы женщины не узурпировали учительство, которое по воле Бога испокон веков было вверено мужчинам. В комментариях к первому посланию к Тимофею Феодорит добавляет, что этот запрет не основан лишь на подчиненном положении женщины по отношению к мужчине. Точнее, более поздно, а то его преследие, но, по-моему, на ее роли, сыгранной в первородном грехе. Переходя к вопросу о Диаконисом, Феодорит Кирский снова следует мысли Иоанна Златоуста и Феодора Мапсуистийского. Он не подвергает сомнению, что в неоднократно процитированном нами стихе о женах Диаконов речь идет не только о супругах Диаконов, но и о Диаконисах. Это доказывается темно.